Поехали! Играем партию на ЧСКОМ с Игорем Коваленко. Это один из ведущих гроссмейстеров Латвии. Попробуем оказать ему достойное сопротивление. Так, играет вариант со слон Д3. Пока что разовьемся. Коин С6, Коин Ф6. А дальше будем выводить слона на Ф5. Чтобы это возможно было сделать, сыграем Ж6. Так, слон Ф5 теперь, да. Попробуем разменяться. Для чего я эту систему играю? Чтобы получить как раз такую позицию и была возможность встать конем на Е4. Может быть даже сразу это сейчас сделаю. Может быть и нет. Наверное Е6 сначала. То есть про развитие тоже забывать не нужно. Слон Д6. Также есть ход слон Ж7 в подобных структурах. Но я думаю и здесь он будет неплохо стоять. Поле Е5 прикрываем. Можно вернуться. Он тоже тратит темп. И здесь он забрал уже моего коня на Ф6. На Е4 прыгать нечем. Но меня это не пугает. Делаю рокировку. Ввиду короля на Аш8 попробую что-то по линии Ж создать ему. Неприятное. Так. Ж3. С5. Логично все играет гроссмейстер. Молодец С8. Хочет воспользоваться моими слабыми полями. Где-то там. В лагере. В моем. Слон Ж5. Так. Не хочет меняться. Ладно. Пойдем назад. Б5. Мне не нравится ход. Потому что конь С5. И уже его не согнать никогда в жизни. Мне это не устраивает. Меня устраивает ход конь А5. Так и сыграю. И ферст Б5. Попробуем в Эшпин перейти. Он не хочет. Ну, ладья Ж4. Думаю, нормально будет. Поактивнее. Может быть, на Е4 переведем. Может быть, даже сдвоимся. Думаю, неплохая у меня позиция. Вполне игровая. Вроде и пространственный перевес даже есть. Так. Ф3. Кажется, что это ослабление. Может, удастся воспользоваться. Не уверен. Но попробуем. Так. Ферзь уже здесь, по-моему, неудел стоит. Ладно. Пока что ладья А6. И время мало. Слон Ж5. Хочу на Е3. Вызываю Ф4 ход. Так. Ладья Е2. Вроде сам он на меня не лезет, но играть не дает. Ф4. Так. Он уже Ж4 сыграл. Может, получится прихватить как-нибудь его. Так. Пока что ферзь Б6. Хочу еще ферзя подключить через Д8. Чтобы на ладья Е5 уже ферзь Д8 был ход, да, и слон не повисал. А потом уже сдвоится по линии аж. Если получится это. Особо размышлять тут уже некогда, кстати говоря. Время совсем мало. Не знаю, зачем я туда иду. Я вообще смогу там что-то создать или нет. Может быть, мой план в корне неправильный. Так. А он тем временем пытается тут накатить на ферзь. Ладно, взял. Ладья Д8. Хочу застопорить эту пешку ходом ладья Д5. Он на размен. Так, уже хочет сам меняться. Но мне делать нечего. У меня слон повисает. Так. Ладья Д1. Может, получится на связке сыграть. Ладья С1. Он тоже куда-то лезет. Король же 7. Хочу за... А, не дает. Не дает. Забрать ее. Ладно, сюда. Хочу слон Д4 и на Ж1 потом взять ладья С2, ладья С1. Вечное нападение и вечный шах поставить. Скорее всего, конечно, гроссмейстер это увидит. Так, ладья А2 ходит. Что делать мне? Аж 5. Попробую подкрутить как-то позицию. Хотя там ладья Ж2 с шахом идет. Этого я не видел. Да, безобразие какое-то на доске творится. Как защищаться, никому непонятно абсолютно. Сейчас ладья Б8, ладья Ж8 переведет. И моей атаке пришел конец. Или не конец. Так, а если здесь забрал? Ладья С2. Так, похоже, ничего я здесь делаю, да? Удалось спастись, похоже. Хотя стоял на поражении. Так, или не удалось спастись. Ну-ка, а мат здесь не ставлю ему. Так, мат не ставлю. Шах ставлю. И флаг роняю, наверное. Да, просадил, похоже, эту партию. Как по временам, так и по позиции уже. Оказалось, близко было дело к хорошему результату. Что-то очень медленно я играл. Надо впредь пошустрее мышкой двигать. Отыграл пешку. Здесь уже может все нормально по позиции, но не по времени точно. Да, уронил флаг.